Был у нас с вами сюжет о том, как у пожилой женщины скончался муж, с которым прожита жизнь, и жили они душа в душу. И вот она задавала вопрос, как это принять, и что она не может представить, что его нет. Тяжелая жизнь. И вы сказали, что должна быть покорность. Вы сказали одно слово практически. И тут, я честно говоря, даже не ожидал. Масса вопросов пришла. Оказалось, огромное количество людей вот в таком состоянии находится, что они потеряли близких и вот живут с этим. И вопрос один у них основной. Как быть покорным? Как быть покорным? Склонить голову. Ну вот, если можно, поясните это, пожалуйста. Как раз этот момент важен. Склонить голову перед Творцом. Все делает он, все зависит от него. Все добрые дела и все плохие. Нет никого, кроме него. Склони голову и прими. Как я человек, который никогда не общался с Творцом? Никогда не думал об этом? Как я могу это представить себе? Нет, это ты все время с ним. Ты все время с ним. Он в тебе, и ты в нем. И вы связаны взаимно друг с другом. Всю жизнь, и все жизни. Так что не надо здесь представлять себя каким-то удаленным, отвергнутым. А вот склониться, покориться его воле. И затем все-таки сделать шаг ему навстречу, чтобы оправдать его. Это нам необходимо. Да. Это красиво, конечно, но это так непросто. Это непросто. И вы это все вкладываете в слово покорность, да? Вот вы именно это слово нашли. Да. Я думаю, это самое подходящее слово, потому что человек, он радуется, когда он находит это слово. Когда ему есть перед кем склониться, согласиться. И ему не надо никакое оправдание. Само это ощущение покорности перед вселенской силой, оно покрывает все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok